На видеосвязь с Владимиром Устиновым вышли главы всех регионов Южного федерального округа. В этом году на создание новых мест в общеобразовательных организациях, модернизацию инфраструктуры, образование и иных мероприятий в соответствии с указанным проектом в Южном федеральном округе запланировано направить более 10 миллиардов рублей за счет всех источников финансирования. Средства немалые. Наша задача разумно и эффективно ими распорядиться. На Кубани в рамках нацпроекта большую часть средств направляют на выполнение региональной программы «Современная школа». Новый корпус появится и у 87-й гимназии в Краснодаре. С такой просьбой обратилась жительница краевой столицы Людмила Пилипенко. Прием граждан по поручению президента провел Владимир Устинов. Глава Краснодарского края Венин Иванович, расскажите по поводу заявления. Что касается конкретно 87-й школы, строительство нового корпуса этой школы, уже включено в социально-экономический план развития нашего края. В этой школе во вторую смену учатся более 400 учеников и строительство нового корпуса позволит разместить в новом уже корпусе около 300 учеников. Тем самым мы, конечно, очень серьезно сокращаем вторую смену, практически, может быть, даже и она уйдет. Уже объявлен конкурс, планируется срок заключения контракта до 20 декабря этого года, а сдача школы планируется в декабре следующего года. Людмила Федоровна, вас устраивает ответ? Да, вполне устраивает. Спасибо огромное. Я родителям все передам. О необходимости построить новое здание родители учеников говорили давно. Жилой микрорайон вокруг школы продолжает расти, и ее руководству пришлось вводить вторую смену. Всего в 87-й гимназии учатся около 2000 детей. Просим, чтобы было свое здание, и чтобы дети учились одну смену, чтобы именно для начальных классов разместили в этом отдельном здании начальные классы, младшие. Новый корпус будет трехэтажным, и вместе 300 учеников начальной школы. С основным зданием его соединят отапливаемым переходом. В пристройке, кроме классных комнат, разместят спортивные актовы залы, новый пищеблок. В краевом и муниципальном бюджетах на все работы предусмотрели чуть больше 380 миллионов рублей. Отмечу, что в ближайшие пять лет в регионе планируется построить 50 школ. По инициативе губернатора образовательным учреждениям также присвоят имена героев Великой Отечественной войны и тех, кто совершил подвиги в настоящее время. Владимир Устинов заметил, что это хороший шаг в патриотическом воспитании молодежи, и предложил такую идею воплощать в жизни и в других регионах.